С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Плюс шесть. В Ненецком округе растет количество заболевших коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация ухудшается. Как уберечь себя от болезни и все, что нужно знать о вакцинации? На Ленмаре начались работы по благоустройству общественных территорий в рамках региональных и муниципальных программ федерального проекта «Комфортная городская среда». Тельвиско-арт – молодежный форум для творческих и активных жителей Ненецкого округа проходит в селе Тельвиско. За прошедшие сутки в регионе зарегистрировано шесть случаев заболевания COVID-19. На лечении находится 31 человек. Как уберечь себя и своих близких от заболевания, расскажет моя коллега Наталья Дуркина. Во всех регионах страны наблюдается всплеск заболеваний коронавирусной инфекцией. В том числе и в Ненецком округе за счет возвращения отпускников из-за пределов региона. Медики отмечают, что третья коронавирусная волна протекает для заболевших в более тяжелой форме. Помимо официально представленной статистики по заболевшим, есть и другие не менее впечатляющие цифры. Так, в настоящее время на учете в Управлении Роспотребнадзора состоит 136 человек, близко контактировавших с заболевшими ковидом. Их исследуют на наличии или отсутствии инфекции. Медики утверждают, чтобы выработать коллективный иммунитет и противостоять болезни, необходимо вакцинировать 60% взрослого населения. Здесь уже учтено все. То есть и то, что люди переболели, и то, что есть естественный иммунитет, который формируется при принесенном заболевании, нам нужно привить не менее 19,5 тысяч взрослого населения. То есть это входит сюда лица с 18 лет и до глубокой старости. Учитывая, что у нас вакцины есть, они разрешены к использованию в более глубоком возрасте, то есть это старшее поколение, то у нас есть все шансы остановить процесс, активно начать вакцинироваться прямо сегодня, прямо сейчас. В Нинецком округе продолжают действовать ограничительные меры. Также для предотвращения распространения коронавирусной инфекции работодателям рекомендовано допускать к работе сотрудников, вернувшихся из отпусков с документами, подтверждающими отсутствие коронавирусной инфекции. В их числе справка с отрицательными результатами ПЦР-тестирования, сертификат о вакцинации от COVID-19, справка о наличии антител. Необходимо помнить и о действующих мерах безопасности, а именно сохранять социальную дистанцию полтора метра, носить маски в общественных местах. С вчерашнего дня во всех медицинских организациях веден жесткий контроль. То есть мы пациентов без масок вообще в медицинскую организацию не допускаем. Масок на затраченном количестве есть в аптечной сети, приобрести их можно необходимо. И посещение всех учреждений, где есть массовое скопление людей, идет в масках. То есть сейчас мы будем снова запускать рейды по соблюдению санэпиднорганского населения в местах, где скапливаются люди. Это магазины, это общественные какие-то организации, медицинские организации. То есть везде, где есть люди, будет проведен контроль, и лица, которые нарушают санэпидрежим, будут наказаны. Потому что это уже наша безопасность. Так называемый постковидный синдром – это те последствия, которые проявляются в организме человека в более поздний период после перенесенного заболевания. То есть пациент может переболеть коронавирусной инфекцией, а позже почувствовать проблемы, связанные с поражением сердечно-сосудистой, постно-мышечной, центральной нервной системы, а также желудочно-кишечного тракта. Медики продолжают следить за состоянием здоровья пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Для них специально будет организована диспансеризация. И сейчас эти люди у нас находятся под пристальным контролем. И с 1 июля у нас начинается диспансеризация, которая направлена как раз на контроль за состоянием этих людей для более раннего выявления тех осложнений, которые у них развились после ковида. То есть лицам будет этим проведено КТ-исследование, более углубленные УЗИ-исследования, вплоть до исследования сосудов. Будут проведены исследования крови на предмет сохранения длительной воспалительной реакции. По словам медиков, после вакцинации от ковида 100% гарантии того, что человек не заболеет коронавирусом нет. Однако у вакцинированных заболевших болезнь будет протекать в легкой форме, и пациент сумеет избежать постковидного синдрома, который в большинстве случаев тяжело купировать. Предотвратить постковидный синдром и снизить смертность нашего населения – это сделать вакцинацию. Другого способа просто не придумано. То есть если сейчас уходить уже в историю, мы очень много инфекций победили благодаря вакцинации. У нас в свое время умирали люди от полимелита, от коклюша, от кори, от дифтерии. Все это мы победили, все это мы сделали управляемым только благодаря вакцинации. Привиться в округе можно тремя вакцинами. Это спутник ВИ, эпивак Корона, а также Ковивак. Какую из них выбрать для своего организма, порекомендует врач, исходя из наличия хронических заболеваний вакцинируемого. Записаться на прививку можно через портал Госуслуг, либо в своей медорганизации по месту жительства. Прививка бесплатная. Наталья Дуркина, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Последнее пленарное заседание в Государственной Думе Российской Федерации состоялось в Москве. На нем подвели итоги работы Российского парламента седьмого созыва. Участие в заседании принял депутат Государственной Думы от Ненинского автономного округа Сергей Коткин. В коротком телефонном интервью он рассказал телеканалу Север об его итогах. Государственная Дума Российской Федерации завершила работу седьмого парламентского созыва. На последнем пленарном заседании депутаты подвели итоги своей деятельности. Сергей Коткин отметил, что за прошедшие четыре года депутатами рассмотрены законодательные инициативы, которые лежали в столе годами. Из 2020 законопроектов остались нерассмотренными всего 26. Также он добавил, что более подробно о своей работе в российском парламенте расскажет своим избирателям в ближайшее время в региональных средствах массовой информации. За пять лет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Нарьинмаре благоустроено более 50 общественных территорий. В этом году темпы работ также не снижаются. Подробнее расскажет Александра Литкова. Детские спортивно-игровые площадки, тротуары, дворовые территории, площадка для выгула собак и многое другое. Создавать условия для интересного, комфортного и безопасного досуга на свежем воздухе в Нарьинмаре активно начали в 2017 году в рамках региональных и муниципальных программ национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Ну, конечно, для детей, вот в данном плане, например, я с маленьким ребенком, ну, вот, допустим, вот эти качели очень удобные. Так, ну, пытаются, стараются что-то строить в лучшую сторону. Город изменяет в лучшую сторону. В принципе, все здесь чисто, все убирается. Детские площадки. Но только бы население еще берегло, было бы лучше. Мне нравится скит-парк, там хорошая, ну, площадь, там парк хороший. Мне нравится в парк ходить, там, рядом с скит-парком, там, там хорошо. В Кармановке парк сделали, около нашего дома там парк сделан, качели для детей сделаны. Так что, так что делается много. Я здесь давно живу, всю жизнь здесь живу. Так что, сразу видно. И самое главное, чисто. Набережную сделали, вот эта наша. Вообще, она небольшая. Там, в районе у нас, где Белосщелье начиналось. Вот это у нас, я считаю, что это очень хороший проект. Только, к сожалению, она очень маленькая. Хотелось бы, чтобы у нас была настоящая набережная в городе на Ильинмаре. Вот. Ну, я знаю, что детские площадки делаются очень культурные. За пять лет на территории города за счет различных источников финансирования благоустроены более 50 уличных пространств, которые стали любимыми местами отдыха горожан. Открытость, обязательно участие горожан в выборе объектов благоустройства, оперативность в реализации – это основные критерии проекта. В благоустройство общественных территорий в этом году подрядчик приступил в начале июня. Это два объекта – спортивные игровые кластеры у детского сада «Радуга» и в районе домов номер 10 и 11 по улице Строительной. На данный момент мы произвели демонтаж всех малых архитектурных форм. Производим демонтаж ограждений садовых. Демонтировали по всей детской площадке бетонные основания с армированным бетоном. Производим на данный момент вывоз грунта и бетонолома. Дальше у нас идет в планах вертикальная планировка земельного участка, разбивка, подсыпка до нужной проектной отметки, после чего уже будем разбивку делать с геодезистом всего контура детской площадки. То есть работы мы ведем уже порядка 10 дней. Согласно графику, завершить благоустройство подрядчик должен к 30 сентября. Стоит отметить, сейчас работы ведутся с опережением графика. На 2022 и 2023 годы запланированы работы по благоустройству еще пяти общественных мест в Нарьенмаре. Сахалинский лес, так называемый, где планируется сделать дорожки, места отдыха, скамеечки. Ну, возможно, будет парковка. Пока еще проекты сырые, и они будут уточняться. Это проект в районе метеостанции, где также будет разбита зона отдыха с парковкой. Планируется проект строительства детской игровой площадки «Старый аэропорт». Сейчас муниципалитет уже ждет от гаража новые предложения по созданию объектов комфортной среды. Уже определены сроки приема предложений по общественным территориям для благоустройства в 2024 году. Заявку можно будет подать с 1 июля по 30 октября 2021 года. В рамках молодежной форумной кампании по всей России работают коуч-площадки разного направления. Ненецкий округ не остался в стороне. В селе Тельвиска проходит региональный молодежный форум «Тельвиска-арт». Василий Хатанзейский продолжит. Площадка, где собирается самая творческая молодежь округа для развития своих навыков в искусстве – «Тельвиска-арт». Ежегодный народный региональный форум собирает активную молодежь округа. Форум – это творческая площадка, где каждый участник может проявить свои таланты, как в хореографии, вокале и инструментальном жанре. В этом году форум уже будет отмечать 11-летие создателей этого проекта – Галина Александровна Дуркина и Елена Ивановна Вергунова. Что подразумевает форум и какие задачи он несет? Это обучение творческой молодежи в различных направлениях, вовлечение молодежи в деятельность, направленная на развитие региона, организация «Досуга молодежи», основанная на приобретении новых навыков в народной культуре. История форума началась еще в 2012 году. И с тех пор каждое лето в социально-культурном центре «Престиж» в селе Тельвиска проходят творческие курсы для молодежи. За многолетнюю историю из арт-пространства выпустились ребята, которые продолжили учебу по различным направлениям в искусстве. А кто-то уже работает в местных домах культуры. У нас была задача, чтобы эти дети, которые принимают участие в форуме, они должны были прийти в культуру. Потому что в населенных пунктах какая-то культура немножко стала мелеть. Ну, грубо говоря, мелеть. Потому что в основе были привозные специалисты, которые немножко мы не понимали, там, ну, жизнь сельская. Там уголь долбить, дрова носить, воду. И оставались, приезжали, выезжали. И я рада, что у нас 7 человек с форума в начале 10 лет получили образовательную сферу культуры и вернулись. Они работают в Арктике, работают у нас они в Тельвиске, работают в Великой Височине. Поэтому очень здорово, когда ребята возвращаются в свои надзорные пункты, обучаются уже хорошими специалистами. На протяжении всего форума с ребятами занимаются не только местные профессионалы в сфере культуры, но и специалисты из других регионов России. Александр Контеев – музыкант из Москвы. Он уже в четвертый раз приезжает в Тельвиску и выступает в роли наставника. Здесь мы общаемся с детьми, обучаем их, развиваем и погружаем в традиционную культуру. Обучаем игре на музыкальных инструментах, гуслях, балайке, духовых инструментах. Проводим курсы актерского мастерства и разучиваем песни. Пласт работы огромный, интересный и здесь мы стараемся максимально всех развить, вдохновить, для того, чтобы после нашего уезда здесь осталось чуть-чуть нашей теплоты, радости и чтобы здесь все развивалось на высшем уровне. В рамках форума 16 июня на арт-площадке прошла встреча с депутатами окружного собрания Александром Чурсановым и Максимом Арбузовым. Поговорили о развитии молодежки, молодежного движения. Они подсказали, чего им не хватает. Например, была озвучена информация о том, что на селах необходимы координаторы молодежной деятельности, активисты, местные ребята, которые могли бы взаимодействовать как с нами, с нашими окружными учреждениями, которые работают с молодежью. Выяснилось, что ребята, несмотря на то, что в СМИ, органы власти освещают информацию о грантах, не знают о том, куда обратиться, чтобы участвовать в грантовой поддержке. Также молодыми людьми на встрече были подняты вопросы бытового и инфраструктурного характера. В частности, состояние домов культуры в ряде населенных пунктов округа. Общение прошло на равных. Очень важно с точки зрения того, что ребята могут пообщаться. Вот в этом году на форуме присутствуют ребята, понятно, что из Тельвиски, Харивера, города. В прошлые годы я помню, что приезжали ребята даже из отдаленных сел, сел, допустим, из села Несь, что тоже было очень приятно. Очень важно, чтобы на такие мероприятия в госпрограмме все-таки деньги мы закладывали, предусматривали. Действительно очень важно поддерживать талантливую молодежь округа и готовить для региона будущих специалистов. Василий Хатензейский, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». Спортивную патриотическую игру «Квест», приуроченную году добра в Ненинском округе для воспитанников общественной организации «Особое детство» провели члены регионального отделения спортивного общества «Динамо» и сотрудники Росгвардии. Кроме того, участие в мероприятии приняли учащиеся школы номер 6, посещающие летнюю площадку. О том, как ребята проходили полосу препятствий в нашем следующем материале. Настоящее военизированное построение участники мероприятия в предвкушении необычных заданий. Этот квест они проходят во второй раз, поэтому знают, здесь должно быть интересно. Ну, тут кидают гранаты. Вот это больше всех мне нравится, когда вот в сторону туда кидают. Еще один воспитанник «Особого детства» Игорь Карманов уверен, Такие мероприятия позволяют проверить свои силы, понять, на какие испытания ты способен. И это очень важно. Такие мероприятия интересны для тебя? Конечно. Почему? Ну, потому что можно себя проявить. Хоть как-то. Показать, на кто способен. Строевая подготовка, минное поле, метание гранат и еще подвижные игры и дружные песни. Возраст участников спортивно-патриотического квеста от 4 лет и старше. Для каждого здесь предусмотрен свой уровень сложности. Высокую ленту у нас проползти. Мероприятие, проводимое для воспитанников общественной организации «Особое детство», становится доброй традицией. Участники регионального общества «Динамо» организуют его уже во второй раз. В этом году привлекли к организации сотрудников Росгвардии. Ну, это мы мероприятие совместно с «Особым детством» проводим уже, получается, второй год. Согласно соглашению, которое мы заключили с Татьяной Анатольевной. И сегодня управление Росгвардии, сотрудники управления Росгвардии нам помогают в проведении, в организации определенных станций, которые будут, дети по пути должны все станции обойти. По мнению руководителя общественной организации «Особое детство» Татьяны Вепревой, такие совместные мероприятия для ее подопечных имеют огромное значение. Ведь ребята, кроме интереса, еще чувствуют поддержку, могут поставить себя в равные условия, независимо от возраста и состояния здоровья. Кроме того, они узнают много нового. Также познакомятся с радиооборудованием и противогазами, и таким специализированным снаряжением, которое нам любезно предоставила Росгвардия. Наша игра проходит в содружестве вместе с обществом «Динамо» Надежда Евгеньевна. Мы ежегодно уже это мероприятие проводим, поэтому ребята немножко в курсе, немножко знают, что это такое. Все рады, счастливы и довольны. В этом квесте нет выигравших и проигравших. Победила, как говорится, дружба. А все участники получили сладкие призы. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Оставайтесь с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин.